Продолжение следует... Это был праздник воспоминания события Крещения Господня. Второе название, вы уже сказали, по-другому называется «Богоявлением». И в древности этот праздник был связан также еще с Рождеством. Было также двойной такой праздник – воспоминания Рождества Христова и воспоминания Крещения. Отсюда и пошло название праздника «Богоявление» по-гречески «Феофания». Однако немного позже, более такой поздней традиции, эти два праздника стали разделять, так как это совсем разные события. Рождество состоялось у нас в первом году, выход, а Крещение Господне состоялось в тридцатом году. Именно по достижении 30-летнего возраста Господь наш Иисус Христос начинает свое общественное служение. Еще по древней иудейской традиции именно служитель начинал свое служение по достижению 30-летнего возраста. Также Иисус Христос вышел на проповедь в 30-летнем возрасте, и перед этим Он принял крещение от ветхозаветного праведника, точнее, последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя, или еще по-другому, как его церковь называет, Иоанном Предтечи, человек, который предшествовал Иисусу Христу, Спасителю, Мессии. И это событие описывается во всех четырех Евангелиях, более подробно, конечно, в трех первых синоптических Евангелиях. И говорится о том, что, когда Иисус Христос подходил к крещению, то Иоанн Креститель свидетельствовал о нем, пророчествовал народу. «Се агнец Божий, землющий грех мира». То есть это агнец, то есть молодой... Это агнец, который берет на себя грех мира. И когда Иисус Христос подошел к нему и спрашивал у него, крещение, то Иоанн Креститель сам сказал, что «Мне надобно у тебя креститься». Но Иисус Христос ответил ему, что «Этим нам надлежит исполнить законы пророки». И Иоанн Креститель, послушавшись его, взял и крестил его. В Евангелии описывается, что во время крещения был голос с неба, свидетельствующий, говорящий «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И также говорится, что Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа. Дальше Евангелие говорит о том, что после своего крещения Иисус Христос был Духом разведен в пустыню, где в течение 40 дней он постился. И уже после поста он начал свою проповедь, начал свое общественное служение как раз таки вот по прошествии, по совершении крещения и 40-дневного поста. Какие традиции вообще существуют в этот праздник? Нужно ли как-то заранее готовиться, может быть, к этому празднику? Традиции как таковой особой подготовки к этому празднику у нас нет. Так как этому празднику предшествует период святок. Он начинается с наступлением Рождества и продолжается вот 12 дней. А перед Рождеством у нас и так достаточно такой долгий период рождественского поста, это 40 дней поста. Вот так период святок. В период святок обычно пост как таковой запрещен. Это святые дни, это период празднования, пришествия в мир Спасителя и Богоявления в том числе. Единственное, есть небольшой такой пост в канун самого крещения. В Навичере на церковно-соянском языке, этот день называется Навичере или Крещенский сочельник. Ну, есть такая достаточно молодая традиция окунаться в прорубь, да? Обязательно ли нужно это делать в крещении или не обязательно? Да, есть такая традиция действительно окунаться в прорубь. Эта традиция даже, о ней нельзя сказать, что она строго церковная. Она, точнее так сказать, около церковная традиция. Мы знаем, что эта традиция исследует и соблюдают ее даже вообще не церковные люди, даже люди других религий, что интересно. Вот как таковая традиция именно окунаться в прорубь, особенно в зимнее время, в мороз, это появилась она на Руси и достаточно она недавняя. Если мы откроем богослужебные книги, богослужебные указания, которые говорят о том, как нужно праздновать и какое богослужение должно совершаться, что делать с освященной водой, то мы не найдем указания о том, что нужно окунаться обязательно в этот день в воду. Говорится только о том, что мы воду освящаем, этой водой причащаемся, то есть пьем ее, окропляем себя, окропляем свои жилища, то есть освящаем этой водой. То есть через эту воду нам невидимо Господь Духом Святым. Нам подается божественная благодать. Божественная благодать вообще у нас по-разному может подаваться. Мы получаем ее через причастие, через церковные таинства другие, как исповедь, соборование, крещение, в том числе венчание. Божественная благодать может подаваться так же просто в молитве. Божественная благодать может подаваться через, в том числе и через освященную воду. То есть Господь многообразно как-то являет нам свою благодать. В том числе, вот еще раз повторюсь, и через освященную воду. И в богослужебных книгах, еще раз скажу, что нет каких-то указаний, что нужно именно погружаться в прорубь, либо вообще окунаться в воду. Я думаю, эта традиция, она вышла из того понимания, что мы не только будем пить ее, но еще мы и окунемся обязательно, чтобы полностью мы были освящены. Еще раз скажу, что это околоцерковная традиция, скорее всего. Но, однако, церковь ее не отвергает. Она очень достаточно хорошо так устоялась. И как раз-таки освящение воды в проруби совершают, прежде всего, священнослужители. Только после этого народ начинает окунаться. Ну да, и все же у нас в Магадане как бы пользуется, так сказать, популярностью эта традиция. И ежегодно у нас делают купель, где наши магаданцы купаются, окунаются, вернее. В этом году как поступать? Есть, да, у нас мы слышали о том, что в Гертнеране очень у нас плотный лед, так сказать, тоненький. И будет ли в этом году купель, и где она будет? Да, действительно, эта традиция у нас уже стала ежегодной, за исключением последнего года, прошлого года, когда лед не набрал необходимой толщины, и управление ЧЭС запретило нам выходить на лед, исходя из какой-то безопасности. В этом году еще не было какого-то окончательного решения совместного управления ЧЭС, мэрии и магаданской епархии. Планируется, что в ближайшие дни будет заседание, и будет достигнуто какое-то общее решение. Потому что мы все-таки должны заботиться также о безопасности людей, должны как-то разумно подойти к этому. Безусловно, мы уважаем эту традицию, она, можно сказать, благочестивая традиция, но все-таки нужно разумно все это совершать. Если все-таки говорить об этой традиции, как правильно человеку подготовиться именно к окунанию в купели? Потому что все же, наверное, закаляться как-то нужно, просто так же нельзя приехать и нырнуть, например. Я думаю, тут следует послушаться каких-то советов врачей, которые говорят, что для кого-то нужно с осторожностью это совершать, а для кого-то, может быть, это будет опасно, а кому-то, может быть, здоровье не позволяет, действительно. А для здорового человека, скажу так, что он должен поберечь, скорее всего, ноги. Как только человек выходит из купели, то нужно сразу опустить ноги в тепло какое-то, обязательно теплые носки, теплые сапоги, горячий кофе или горячий чай, ни в коем случае не алкоголь. Если человек хочет через освещенную воду получить благодать, то пусть он алкоголь сюда не добавляет, не смешивает ни в коем случае. Также хочу дать такой совет сестрам, чтобы, подходя к купели, они надевали какие-то рубашки либо какие-то халаты. Ну, вообще есть же, да, какая-то вот традиционная одежда, в которой можно нырять. Нельзя же просто прийти, например, в купальнике в пляжном. Да, у нас есть такие люди, которые ходят нырять вот прям в купальнике. Это хорошо в купальнике, потому что лучше в купальнике, чем в нижнем белье, скажу так, но на купальник пусть наденут какой-нибудь халат либо какую-то крестильную рубашку, вот что-то наподобие этого, чтобы закрывало все тело. Ну и такой вопрос еще. Большой праздник крещения. Как правильно провести, так сказать, этот день? Отойдем теперь от традиции, да, такой околоцерковной или народной традиции. И вернемся все-таки конкретно к церковным традициям, церковным правилам, вообще встрече любого праздника, в том числе и крещения. Любой воцерковленный человек, постоянный прихожанин храма, он знает, что в любой праздник самое главное – это принять таинство причащения. Если кто-то хочет по-настоящему так правильно встретить, по-православному, по-христиански правильно встретить этот праздник, то я прошу прийти в храм, поучаствовать в совместном молении со всей церковной общиной, которая в этот день будет присутствовать в храме, вместе со всеми, принять участие в общем таком богослужении, вместе со священнослужителями, помолиться и причаститься на божественные литургии. Для этого что нужно? Можно попаститься три дня, нужно накануне прийти на исповедь, прочитать дома молитвы перед причастием. Все, больше ничего не нужно. Еще также напоминаю, что освященная вода или окунание в прорубь с освященной водой не является гарантом того, что человеку прощаются грехи или в воде омываются его какие-то согрешения. Об этом вообще нет никаких свидетельств какого-то святого или каких-то правил церковных. Это домыслы обычно народа, народа, который пережил советский период и у которого возникли какие-то вот такие не совсем иногда правильные представления о церковном вообще. Скажу так, что грехи отпускаются в таинстве исповеди, в таинстве покаяния, но не в таинстве, оно не в окунании в проруби. Поэтому если кто-то хочет получить прощение от Бога, то пусть приходит, принесет свое покаяние перед Богом, а священник засвидетельствует это перед Богом, просчет над ним разрешительную молитву. Спасибо большое за беседу и с наступающим праздником. Спасибо, Господи. До свидания. Простяк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok